По просьбам трудящихся сегодня разберем задачку с параметром, которая была вчера на экзамене. Читаем условия. Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение имеет ровно один корень на отрезке от нуля до единицы. Вариаций этой задачи было достаточно много, у кого-то не было радикалов, были просто рациональные многочлены, у кого-то синусы с косинусами затесались, но суть от этого не меняется. Все это одна и та же задача, которую мы с вами разбирали в досрочном варианте, я серьезно, просто это нужно заметить. Видео 75-93 вам в помощь звоните, ну а сейчас поехали! Итак, вот он появился ваш обидчик, и сейчас мы с ним разберемся. Перекидываем все налево и выносим корень за скобку. Разность натуральных лгрифмов, пожалуй, не будем преобразовывать в частное. Да и у дозе мы пока что не писали, сейчас мы очень аккуратненько его напишем в рамках равносильного перехода. У нас получилось произведение, равное нулю. Ну вы понимаете, либо первый множитель 0, либо второй множитель 0. Кстати, второй множитель обнуляется только если равны аргументы. Но кроме того, надо помнить, что оба множителя должны существовать, вот тут-то мы и напишем у дозе. Подкоренное выражение не отрицательно, аргументы лгрифмов строго положительные. Давайте-ка причешем получившуюся систему. В первом уравнении х равен 0,5. Во второй строчке совокупности а равно минус одной второй х. Подкоренное выражение будет существовать для х не меньших 0,5. В последних неравенствах давайте выразим а. Как разобраться с этой системкой чисто алгебраически, вы легко найдете на решуе g. А я сейчас покажу графическое решение. Сначала изображаем наш отрезочек от 0 до 1, помните, это просто по условию. Далее вертикальная прямая, х равен одной второй. Заметьте, что мы работаем в плоскости xOa, поэтому со второй строчкой совокупности тоже нет никаких проблем, прямая появилась перед вами. Оранжевая дозе у нас здесь безобидная, но кто запамятовал, как это мы тысячу раз уже изображали, дайте знать. Сейчас на рисунке появилось все, что нужно, и мы сканируем наше решение горизонтальными прямыми. Мы задаемся вопросом, при каких значениях а есть только один корень на отрезке от 0 до 1. Когда мы достигаем прямой а равно минус 2,5, начинается одно решение, а потом бах, и уже два решения. Затем попадается еще один кусочек с единственным корнем х, ну а выше уже никого. Ребят, обратите внимание на тот маленький кусочек от минус одной второй до минус одной четвертой. Там у нас два решения, это в ответ писать не нужно. Я обозначу эти пограничные точки за а и b. Их координаты находятся без проблем. Например, точка а получена как пересечение прямой х равно 0,5 с прямой а равно минус 0,5х. Ну что ж, наш анализ решений на плоскости подошел к концу, и самое время писать ответ. Нам годятся значения а из интервала от минус 2,5 до минус 1,2. Кстати, посмотрите, что будет при а равно минус 1,2. У нас есть два решения, а нам нужно одно, как, например, точки а. Начиная с этого значения, минус 1,4, нам вплоть до двойки годится весь полуинтервал. Все, кто осилил эту задачу, большие молодцы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok